Нажим с кисточкой. То есть, по-моему, шалом бунжур. Я вас приветствую и продолжаю свои видеоролики на тему одесских фраз. И часто вы мне говорите, что нет, эти фразы говорят нас в городе очень давно, в общем, никакие они не одесские. Понимаете, множество слов про фраз «Одессы мамы», конечно, разнеслось с популярностью многих одесситов, актеров, режиссеров, писателей, людей, в общем, людей, так сказать, как сейчас говорят, медийных. И именно эти люди, даже бандиты-жулики, понимаете, которые в Одессе процветали, они потом гастролируют по различным регионам. Вот этот вот блатной жаргон, феня, множество слов на идыш в нем есть, тоже пошло, в принципе, изначально из Одессы. Поэтому имейте в виду, что если вы слово «детское» говорили и ваши родители говорили, это не означает, что оно не есть одесское, просто надо заглянуть чуть глубже в историю. Конечно, одесситы любят все присваивать себе, типа «это наше, это все такое». Вот Андрей из Харькова, я недавно с Андреем провел, Андрей – это мой коллега, музыкант, баянист, значит, спрашивал слова, говорил, ты знаешь, что это, значит, что это? Чтобы понять, вот мы, например, сошлись на том, что в Одессе вообще не использую слово «тремпель», у нас это вешалка, а в Харькове это «тремпель». Это «тремпель», но это в честь того человека, который изобрел эти плечики, грубо говоря. «Тремпель», да. В общем, провожу эксперименты, я к этому. Что я хотел сказать, что сегодняшний ролик посвящен двум словам. Первое слово – это фраза «агицын паровоз», а второе – это «шлемазл». «Шлемазл» очень часто используют по адресу, не по адресу. Я думал, в принципе, что как-то все знают, ну, не обязательно этимологию, но значение этого слова. Ну, вот, будучи на гастролях в городе Даугавпилс в Латвии, одного молодого человека спросил, знает ли он, что такое «шлемазл», он сказал, что нет. И именно в целях просвещения, так сказать, ликбеза, я сегодня расскажу вам, кто такой «шлемазл» и откуда это слово. Но прежде, чем я расскажу про «шлемазл», мы споем маленький кусочек 7.40, буквально совсем маленький, и мы остановимся на фразе «агицын паровоз». Вы же знаете, что из песни? 7.40 он подъедет, 7.40 он приедет, наш старый дом, наш «агицын паровоз». Вот, собственно, тут мы остановимся, значит, про «агицын паровоз». Давайте этимологию слова. Значит, «хиц» — это на немецком означает «жар» или «жара». «Ахицин» означает «жара» или «жар в». Где «агицын паровоз», в паровозе. Значит, почему на немецком, да? Где Одесса, где немецкий? Просто немецкий, иидыш, на котором разговаривало, 11 миллионов евреев в начале 20 века, ашкеназов евреев в Центральной и Восточной Европе, они разговаривали на иидыш, а иидыш — это язык германской группы. Именно так проникла вот эта ахицин в наш, так сказать, паровоз обычно. Итак, ахиц — это жар, жара в паровозе. Когда говорят ахицин паровоз, имеют в виду человека деятельного, жаркого, такого, знаете, может, где-то чересчур, вот как у нас говорят, попурет батьков пекла, вот такой человек в Одессе назывался ахицин паровоз. Значит, но есть еще одно значение. Ну, мне оно как-то, я его понимаю, его этимология мне не совсем, как-то кажется, правдоподобной. Это во время формирования советской власти, вот в самом начале ее истории, вот были агитационные поезда, и на них было полно лозунгов, там всяких желаний достичь ближайшие два месяца, там полгода каких-то невероятных... Телепки, да? Да, 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 вот этих невероятных достижений, и вот это вроде как агитационный, перешло в агитационный паровоз. Агитационный паровоз имеется в виду что-то, как пустозвонство, как вот этот дым от паровоза уехавшего развеивается, так и развеиваются все вот эти лозунги с призывом «быстро, круто, быстро, круто, чуть достичь». Итак, агитационный паровоз в этом случае означает, например, тоже мне новость, тоже мне открыл Америку, пустозвонство, какое-то что-то, что все и так знают, что и так понятное. Так агитационный паровоз это либо, как я им сказал, так сказать, давно известная, как это новости на вчера, так сказать, либо человек жаркий, деятельный. Вот я думаю, в песне 740 именно имеется в виду человек, который рвется куда-то, что-то хочет сделать. Но, кстати, о песне 740 я могу сделать отдельный ролик, потому что вариантов возникновения много, и то, что означает, и то, кто едет на паровозе, это отдельная история. Попрошу вас оставить в комментариях, если вам есть что сказать, так сказать, вставить 5 копеек, это любимое дело. Пожалуйста, не лишайте себя такого удовольствия. Второе, это во втором куплете, кстати, вот я сейчас намекну, второй куплет. Пусть он не из Одессы, пусть он не из Одессы, фонтаны и пересы. И знаете, как поют иногда пересы. Ты слышал такое, Андрей, нет? Да что-то такое, да. Фонтаны и пересы. Так вот, тот, кто говорит пересы, пересы натуральный шлемазл. Про шлемазл вам сейчас расскажу. Значит, шлемазл, это вообще слово не злое. Оно означает, его используют в адрес человека, такого патологического неудачника, который, вот чем бы ни занялся, вот все у него не выходит. Вот если он займется ремонтом автомобилей, машины перестанут ломаться, например. Или есть такая шуточка насчет шлемазла, что если он будет делать, изготавливать гробы, то люди перестанут умирать. Значит, вот человек патологический неудачник. Если вы помните фильм «Невезучие» с Пьером Ришаром, кстати, мы сейчас во Франции, на его родине, как вы, наверное, успели заметить, это не обычная телевышка, это таки, да, Эйфелева башня. Так вот, значит, он там играет Франсуа Перена, такого стандартного шлемазла. Значит, история фильма в том, что значит, дочь президента, президента крупной компании, Мари, уезжает на отпуск в Мексику, кажется, и пропадает. Она попадает там к бандитам, в общем, ее не могут найти, посылают следователи, не могут найти ее, Мариету. И психолог, какой-то штатный психолог фирмы, значит, такую идею выдвигает, что есть патологические неудачники, и вот эта Мари, она вот именно такая. И если послать по ее следам такого же патологического неудачника, как Франсуа Перен, то он будет попадать типа вот в такие же самые передряги, значит, и, кстати, я готовился когда к выпуску, я хотел сказать, что Мари, вот эта, которая попадает в ситуации различные, она как раз шлемазл в юбке, что называется, а Франсуа Перен обычный наш такой шлемазл. Так вот, ну да, посылают, значит, Франсуа Перена по следам Мари, они таки, да, оказываются в одних и тех же неудобных ситуациях, вы поняли, да, это шлемазл. Вообще говорят, что шлемазл это носитель еврейского счастья. Вот это еврейское счастье, которое на самом деле никакое не счастье, а совсем таки, да, наоборот, вот шлемазл должен обязательно быть обладателем как раз такого счастья. Немножечко об этимологии этого слова. Все, многие знают, что мазаль, то есть шлемазл раскладывается на шли, это сейчас я дальше расскажу, и мазаль. Мазаль, мазальтов кричат на еврейской свадьбе, имеют в виду, удача, счастье, хорошего, тоф это хороший, удача, успех, это мазаль, в таком более, знаете, как духовном, что ли, смысле. Итак, мазаль ясно, да, а шли по-разному трактуют. Одни говорят, что это с арамейского шлим полный, то есть полное счастье, имеют в виду, как бы немножечко иронично, то есть несчастье, и в данном случае это будет, вот у нас есть тоже такое слово, несчастье, говорят, ты же мое несчастье, то есть, ну или вот, мое такое счастье, да, наоборот, имеют в виду. Вот когда говорят, что это за несчастье, имеют в виду шлимазл. Это если с арамейского шлим. Как один, не помню, какой конкретно уважаемый, конечно же, раввин, говорит, что шлим, это от немецкого, думаю, это опять же с идыша, означает плохое, то есть шлим плохое, мазаль счастье, плохое счастье. Опять же, получается, неудачник, как бы, шлимазл. И последнее, ну уж совсем самый вариант, который мне кажется недостоверным, это шлимазаль. Шлим на иврите, это мой, шлим. Но в иврите нельзя сказать мое счастье. Если скажут по расположению слов, правильно сказать мазаль шлим на иврите. Поэтому шлимазаль, так никто в Израиле не скажет. И тот это придумал, так и тоже, опять же, шлимазл. Тот, кто и перес, и перес, это пересы в Одессе, в песне пересы, и про йон такой. Ну, про это у меня, кстати, упоминание в одном из роликов. Вы смотрите мои ролики, если хотите, ликбез за одесские слова. Так вот, значит, шлимазал, это человек, который абсолютно безобидный, это не злопамятный. вот такая у него судьба, не знаю, такой рок у него, попадать во всякие такие истории. Если, например, я бы себе на брюки разлил бы тарелку вкусного борща, как захотелось, борщица, сейчас с сальцом, сало. Какое сало? Мы же тут про еврейские слова говорим. Значит, если бы я разлил себе что-то, например, борщ на брюки, я бы про себя мог сказать, вот шлимазал, понимаете, вот шлимазал там. Или если бы ты на меня что-нибудь разлил, я бы тебе сказал, Андрей, ну ты шлимазал, вот, не по-доброму, пойти, абсолютно как по-доброму. Если мама своего сыночку, который там изглазался в какой-то луже, не знаю, в чем-то испачкался, увидела, она тоже ему скажет очень по-доброму, ты мой шлимазал. Пойти, слово не злое. Поэтому, не зацикливаясь на том, каково происхождение его, хотел бы донести самое главное, что шлимазал это неплохой человек. Если вы кого-то так называете, то это не со зла. Это весьма мягкое, доброжелательно, ироничное выражение к человеку, которого, ну, что-то на данный момент не получилось. Итак, я вам рассказал, что такое хитин паровоз, что такое шлимазал. Зачем я это делаю? Да просто потому, что мне нравится мой родной город Одесса, и мне нравятся его традиции. И кодекс, кодекс Одессита, это помнить свои корни, помнить все-таки, да, было много евреев, помнить, каких евреев, болгар, греков, румын, французов, итальянцев, да там столько народностей было. И вот вся вот эта объединенная одесская межпуха, межпуха это семья на ибреж, на иврите межпуха, но это, опять же, другой ролик, вся вот эта огромная наша одесская семья сформировала особенный менталитет, открытый, яркий, разнообразный и очень гостеприимный. Вот для этого, собственно, я и занимаюсь тем, что рассказываю вам эти слова. С вами был я, Феликс Шиндер, и жду вас в следующих своих роликах. Андрей, спасибо за музыку, и до новых встреч, adieu! Субтитры создавал DimaTorzok